Встреча с гадалками Нет, я в это не верю, потому что в исламе это категорически запрещено верить в такого рода вещи. И в гадалок, и в экстрасенсов. Я полагаю только лично Бога. Верю в то, что все предопределено. Но это предопределение никто не знает, кроме Всевышнего Бога. Сталкивалась, скажу так. Ну и просто верю. Я не знаю, как это объяснить. Просто вот мое личное мнение, я верю в это. Если бы сталкивались, помогли, нет? Помогли. Если бы их не было, об этом же не говорили бы. Ну да. Поэтому я считаю, что есть. А вы сталкивались, нет? Да, я тоже сталкиваюсь. Видно, помогли. Ну не помогли, но говорят. Ну мне да, так что получается, что правда. Я не верю. Почему, расскажите. Не знаю, просто не верю. Не верю. Это же крик, считай, широкий мусульман. А может быть есть кто-то из друзей, кто верит? Может быть есть, но вы же так не верите. Мы не верим. Нет, не верю. Почему, расскажите. Они неправду говорят. Если Богом что написано, это не отнимет никто. Ни гадалки, ни экстрасенсы. А хоть раз сталкивались с гадалками? Может быть, кто-то, друзья, знакомые обращались? Может обращаться. Я никогда не обращалась. Я не знаю. В некоторых верим, в некоторых думаем, что они шарлатаны. А вы, если очень понадобится, пойдете к гадалке? Может быть, кто-то близкий потеряется. Нет, это... Сам не пойду. И друзей тоже не сказал бы, чтобы ходили. Нет. Потому что я верю в Бога. Какие могут быть гадалки и экстрасенсы. Они друг друга взаимоисключают? Ну, представляете, просто это, как сказать, сатаны. Гадалки и экстрасенсы. А Бог – это истина. Гадалки – это бизнесмены. На чувствах людей. Только еще, да, врут, обманывают людей. Как-то против Аллаха сказать, что Аллах думает. Как-то можно сказать. Ну, Бог единый. Бог единый. Не обязательно Аллах. Просто Божий. Правильно? Вы согласитесь? Не верите вы никому? Нет. Почему? Расскажите. Ну, не верю просто. И все. Они реально что-то знают? Или они просто мошенники и деньги все? Ну, всякие попадаются. Мошенники в основном. А вы когда-нибудь сталкивались с гадалкой? Может, обращались? Нет. Это большой грех верить. Ведь Всевышний нас создал, один Аллах. Я думаю, только ему надо верить, а не гадалки. Если они были бы такими сильными, они бы свою судьбу давно устроили. Они ходили, гадали. Правильно? Нет. Почему? Просто не верю. Никогда не сталкивались? Нет. А как вы считаете, почему люди издавна к ним уходят и несут им огромное количество денег? Ну, наверное, есть все-таки такие люди, которые верят в них. Может, какие-то у них, может, не знаю. Может, у них что-то такое случается, и им не в кого верить. И остается, может, верить только в этих гадалок, всяких экстракенсов. Это обман полностью. Люди обманывают каким-то образом. Стараются заработать на этом деньги. Зачем так нужно зарабатывать деньги? Если есть Господь, Господь, который нас создал, и только верить в него одного. Почему? Вы сами когда-нибудь сталкивались с гадалками? Нет, никогда. Никогда. Я против всего. Против гадалок. Против всяких признаков. А вот то, что огромное количество людей к ним идет и несет деньги, как вы считаете, почему так происходит? Почему происходит? Потому что люди многие заблудшие. Многие не знают. Нужно изучать все. Религию нужно изучать какую-то. А просто ходить к гадалкам – это неправильно. Испокоен веков. Гадать – судьбу прогадать. Поэтому к гадалкам узнать свое будущее лучше никогда не обращаться. Потому что это влияет на здоровье. Это и уменьшает подожительность жизни, и болезни могут возникать. Потому что тонкий мир, духовный мир, он существует. Это однозначно. Этого не любят. А экстрасенсы – это мы их так называем. Возможно, это какие-то определенные целители, которые имеют определенные способности тоже от Бога. И как это дает направление. Вот сделайте туда, вы сходите вот туда и подсказывают. А лечение, конечно, традиционной медицины нельзя ни в коем случае отменять. Потому что традиционная медицина – это тоже от Бога. Если мы сейчас все, как я говорю. Потому что все профессии от Бога. Все друг другу помогают. Все это ясно. А вот насчет гадалок – как бы я против. Ислам категорически запрещает обращаться к гадалкам и экстрасенсам. В исламе четко прописано, что каждый человек, будучи зарождашем, утробе своей матери, 120-дневным зарождашем, всевышний Аллах, не спосылает ему ангела, который вдувает в него душу. И этому ангелу велено записать четыре вещи. Это его удел, срок жизни, его дела, и счастливым он будет или злосчастным. От этого мы выводим очень важный урок, что Аллах, Субханаху Аталя, предустановил судьбу каждого человека. Судьба человека – такдир. Она предустановлена Аллахом, Субханаху Аталя. И судьба в исламском вероучении означает все знания только лишь одного Аллаха, Субханаху Аталя, и свободу выбора за человеком. Поэтому Аллах, Таля, знает все. Если кто-то хочет узнать про свое будущее, про свой завтрашний день, или что-то изменить, обращение к гадалкам и экстрасенсам строго запрещается. Пророк Мухаммад, Субханаху Аталям, говорит, что судьбу, свое предустановление, человек может изменить только через дуа, через мольбу, просьбу от Аллаха, Субханаху Аталя. Потому что Аллах, Таля, знает все явное и все тайное. Аллах, Таля, оставил за собой, что с человеком случится в последующем. Пророк Мухаммад, Салли Аллаху Алиху Асалям, сказал, что пророчества, после его пророчества уже не будет. А если что-то чудесное будет происходить с человеком, если он сможет узнать, что с ним произойдет в последующем, то это будет через хорошие сны. По-другому человек не может узнать свое будущее. И обращение к гадалкам, обращение к экстрасенсам, якобы знающие будущее, якобы умеющие предотвратить что-то, какое-то событие в жизни человека, оно, это обращение, строго-настрого запрещается. И даже в исламе оно приравнивается к предаванию Аллаху со-товарища. Поэтому верующий человек, это тот, который уверовал в Аллаха Тааля, уверовал свое предустановление, судьбу, и он живет, верующий человек, тем, что ему даровано от Аллаха Субханаху Аталя. Он обязан творить благие дела, он обязан выполнять те обязательства, которые возложены Аллахом Тааля. Он обязан не совершать грехов. А как вы относитесь к услугам гадалок и экстрасенсов? Свои мнения оставляйте в комментариях под этим видео. Юлия Цветкова, Тимофей Печерский. Специально для НУР-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok